Вы знаете, Адаму было так грустно и одиноко в раю, вот вы себе представляете, один в раю, и тогда сказал ему Бог, не переживай, Адам, я приведу тебе Еву, вот отсюда и появилась поговорка, не приведи Господь. У синагоги до Ребе подходит Фима и говорит, Ребе, я прошу прощения, можно до вас вопрос? Говорит, конечно, расскажите, пожалуйста, а вот это Либерман, мой еще, он просит у меня денег, как вы считаете, дать ему денег? Конечно, немедленно, пойдите и дайте. Да, Ребе, да. Хорошо, он пошел, дал ему денег, возвращается, говорит, Ребе, А чего вы так срочно заставили меня дать ему денег? Я вас не заставлял, вы сами дали. Ну, хорошо, я сам дал. А чего вы мне посоветовали? Иначе бы он у меня попросил. Женщина пришла на исповедь в церковь, говорит, батюшка, я изменяю своему мужу. Значит так, дочь моя, сколько раз изменяла, столько раз обойди вокруг церкви. Опа, я за велосипедом. После проповеди в синагоге Фима подходит до Ребе и говорит, Ребе, я прошу прощения, я хотел бы конфиденциальные вопросы к вам задать. Конечно, пожалуйста. Дело в том, что Ребе, понимаете, в Торе 365 заповедей. Вы понимаете, я не всегда могу соблюдать эти заповеди. Тихо, чтобы никто не слышал, я тебе честно скажу, одну заповедь я тоже не соблюдаю. Да, Ребе? Да. А какую? Ну, это зависит от ситуации. Галя, я не поняла. Ты что, с Колей развелась? Ну, да. Ну, на какой почве? На религиозной. В смысле? Этот козел никак не мог признать, что я богиня. Сара Яковлевна переехала в Израиль с дочкой. И вот дочка наконец-то там в Израиле нашла себе мужа. Ну, то есть жениха. И вот они все готовятся к свадьбе. Яковлевна приходит в школу и до учительницы еврита говорит, я прошу прощения, а вы могли бы мне напомнить, как на еврите будет мерзавец, подлец, негодяй, тупица? Подождите секундочку, а зачем вам все это? Вы понимаете, мы проехали в Израиль, такую страну шикарную. И моя дочь таки нашла себе здесь жениха. Он хасит. Я теперь не знаю, как с зятем по душам поговорить. Играет батюшка с католиком в боулинг. Ну, и наш, значит, поп бросает, промахивается, говорит, а бля, промахнулся. Католик говорит, вы что, не ругайтесь, а то Всевышний услышит и накажет. А батюшке все равно, он следующий бросает, бля, промахнулся. И так пять раз. На пятый раз. Вдруг начинается гроза. Все сыркает, молнии, крышу срывает. И молния бьет и попадает в католика. И сверху голос, бля, промахнулся. Один дантист по фамилии Розенблам, он решил таки эмигрировать в Америку. Ну, и как все от богатства перевести, он даже себе представить не мог. Ну, по-разному придумал один способ, другой. Ну, и на всякий случай сделал себе пять пар золотых зубов. На границе, соответственно, к нему подходит таможенник и говорит, а что это вы везете? Он открывает, а тот видит пять пар золотых зубов. Говорит, секундочку, а зачем вам все это? Говорит, ну что, это вставные зубы, я их ставлю себе, чтобы жевать. Говорит, понятно, ну зачем пять пар? Говорит, ой, вы что, не понимаете? Я очень верующий, очень верующий человек. А у нас в Торе написано, чтобы не кошерно совмещать мясное и молочное. Поэтому одними зубами я ем мясное, а другими я ем молочное. А, понимаю, понимаю. А это две пары, а эти зачем? Говорит, ну как? Вы что, не знаете, что у нас есть святой праздник? Ну, например, такой, как Песах. Ну, а в Песах тоже я этой челюстью ем только мясное, а этой я ем только молочное. Ну, это ж праздничное, понимаете? Говорит, ну, а пятая пара, зачем? Говорит, скажу вам по секрету, иногда так хочется ветчины. Один раввин получил назначение на работу в синагоге в Гималаях. Ну, и приезжает на первое время, поселился в гостинице, ему дали номер, он заходит в номер и офигевает. У него там голая баба. Он сразу подбегает к телефону, набирает номер партия. Говорит, что это такое? Что вы себе позволяете? Я ваш новый раввин в синагоге, а у меня в номере голая баба. Я вами недоволен, я очень в зол. Она слышит это, начинает одеваться, чтобы уйти. Он говорит, стой, куда? Это же я ими недоволен. В церковь заходит молодая девушка, лет 18. Распущены длинные волосы, как смоль. Обалденные огромные глаза, карие, с длиннючими ресницами. Тонкий подбородочек, длинная лебединая шея. Руки, как крылья, распростертые. Пышная грудь, налита соком. Осиная талия, бедра. Все настолько изящно, настолько все тоненько. Эти ноги аккуратно, как бутылочки, выстроенные, выстроганные, вроде как профессионалом, столером. Она подходит к священнюку и говорит, батюшка, скажите, можно исповедаться? Говорит, да, дитя мое, говори, что ты хотела? Говорит, скажите, батюшка, а как вы относитесь к теории Эйнштейна, к теории относительности? Он смотрит на нее замуж. Немедленно замуж. Приходит девушка на исповедь в церковь. Говорит, святой отец, я согрешила. Живут же люди, а? Ну давай, рассказывай, только ничего не упусти. И, кстати, там, где про разврат, там поподробнее. Это мое любимое. Мужик дома, ему позвонили по телефону, он отвечает на звонок, разговаривает, и вдруг звонок в дверь. Он подходит к двери, открывает дверь, а там стоит какой-то маленький мужчинка, говорит, здравствуйте, я свидетель Еговы, хотел бы с вами поговорить о Боге. Он говорит, заходите, заходите. Тот заходит к прихожему, а этот продолжает разговор по телефону, да-да, хорошо, договорились. Ну все, а что, у нас без проблем всегда это происходит. И смотрит, тот в коридоре так и стоит, он говорит, проходите на кухню. Да, ну хорошо, ты всех предупреди, главное, чтобы было все-все точно. Хорошо, да, ну тогда к двенадцати, как обычно. Хорошо, договорились, все. Хорошо, кладет трубку, заходит на кухню, смотрит этот перепуганный, сидит, смотрит на него, говорит, ну, слушаю вас. А этот прихожий смотрит на хозяина, говорит, ну, слушаю вас, говорите. Он, я не знаю, что сказать. Как не знаете, что сказать? Я так далеко никогда не заходил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова